Всем привет, друзья! Сегодня будет у нас обзор на чешское пиво Кластер. Светлое и темное, соответственно, я так понимаю, стандартные обычные лагерки. В целом, чешские лагеры мне нравятся, поэтому думаю, что получу от этого пива какое-никакое удовольствие. По ценам, значит, 80 рублей, примерно, по скидочке у нас сейчас продается в метро. В Ленте примерно по этой же цене, но по скидочкам. И тут надо кое-что сказать, потому что скидки на это пиво не так часто, как на, допустим, наши хамовники какие-нибудь или хайники. Все же на это пиво скидки не так часто. Я вот, допустим, достаточно давно хотел попробовать, но по скидке оно пару раз мне попадалось, наверное, за полгода, и все. Поэтому дело такое. Ну что, давайте, наверное, приступать. Давайте начнем с темного. Обычно начинаем со светлого, а сегодня решил начать с темного. Давайте посмотрим, что пишут. Пиво Клаштер Тмаве, темное, пастеризованное, фильтрованное. Объем 0,5, объемная доля телого спирта 4,1. Экстрактивность начального сусла 11. Состав вода, солод, хмель и хмели продукты. Дрожжи пивные. Изготовитель пивовары Лобковиц Групп. Прага. Чешская республика. Вот такая вот история. Такие вот баночки. Давайте открывать. Да, кстати, баночки объем 0,5. Здесь все по старому стандарту, который у нас был, которого уже достаточно давно нет. Вот, поэтому сейчас уже, наверное, можно говорить, что у нас для России стандарт пива это 0,45. Вот, в данный момент. Неизвестно, да, что будет там через там еще год там или два, да. Потому что, как бы, я смотрю, изготовители стараются поддержать, как бы, цену, да. То есть, чтобы не было там роста цен. Ну, то есть, чтобы за 50 рублей можно было пиво купить или там до 50. И идут по пути уменьшения объема. Но, как бы, стоимость на все, там, компоненты, на электричество, на воду тоже же растут. Как бы, не стоят на месте тарифы. Поэтому, такая вот история. Так что, может быть, скоро будет пиво какая-нибудь 0,4, например. Почему нет? Ну, что, давайте по пиву. Такое темное, да. Пена очень такая стойкая, классная. Нравится мне, вот, когда вот пиво выглядит вот так. Вот, я считаю, что пена, вот, очень важный компонент в пиве. Я не знаю. Для меня, вот, визуально, именно, подача пива, да, как оно выглядит, очень важно. Оно, прям, сразу повышает твои, так сказать, ожидания от того, что ты сейчас будешь пить на несколько, вот, так сказать, ну, не баллов, если, но на полбалла точно, если по пятибалльной шкале. Так что, дело такое. Давайте посмотрим, что по аромату. Ну, такой, знаете, солодовые оттенки, но вот эта вот карамельность, да, чувствуется. Немножко сладковатость, жженность немножко. Ну, вот, как вот в стандартном вот этом темном пиве что-то такое жженое и немножко сладковатое ощущается. Вот, примерно, такая тема. Достаточно стандартный такой именно запах. Вот, как должен, на мой взгляд, пахнуть темный лагерь. Давайте попробуем. Ну, по вкусу, знаете, так, достаточно... Сейчас, еще глоточек сделаем. Достаточно такое, знаете, насыщенное в целом тело идет. Все вот это вот действие сопровождает, как горчиночка, немножко с каким-то таким даже кофейным налетиком. Вот, такая она в целом мягенькая, ненавязчивая, но она имеет место быть. Поэтому для темного пива это, кстати, не так часто, да, такая, что прям вот горчиночка, да, идет. Вот. Ну и такое, вот сладости нет, да, вот как бывает именно сладкое пиво, темное, здесь сладости нет. Здесь именно тельность такая вот, вот это вот с темным солодом и вот с такой вот горчинкой. Кстати, на мой взгляд, неплохое пиво. Ну, кто не знает, я просто люблю пиво с горчинкой. И нету, знаете, вот пустоты, да, то есть тельность пива ощущается, несмотря на такую относительно невысокую плотность. И вот такая вот горчиночка нас сопровождает. Ладно, поехали по-светлому. Такой небольшой ролик получится. Ну, собственно, что его тут растягивать, да. Пиво Клаштор светлое. Светлое, пастеризованное, фильтрованное. Объем 0,5, объемная доля этилового спирта 5. Так, экстрактивность начального сусла 12. Здесь 12, там 11 было. Состав вода, солод, хмели-хмели-продукты, дрожжи пивные. Так, ну, изготовитель у нас тоже самое. Пивовары Лапковиц Групп. Прага, Чешская Республика. Все. Ну, ценники одинаковые, я уже это все сказал. Поэтому давайте смотреть пиво. Знаете, что хотел? Просто оригинал светлый. Я думаю, может здесь здесь слово будет типа пилснер. Вот, фигурировать. То есть, такое пиво с горчинкой, да, так сказать, в чешском стиле. Как мой любимый пилснер Урквилл. Но я здесь этого не вижу, поэтому пиво должно быть, знаете, с такой, с небольшой горчинкой. То есть, здесь не должно быть яркой такой горчинки в доминанте. Здесь, кстати, тоже нет. Она есть горчинка, она у меня даже вот сейчас остается от этого пива на послевкусии. Но она горчинка такая мягкая и скорее такая вот солодово-карамельная. А не вот как хмелевая, да, вот есть горчинка в светлом пиве, да. Она все-таки немножко другая. Отличается, ну, собственно, почему бы она, ей не отличаться, да. Так, ну, что у нас здесь по пиву, давайте посмотрим. Тоже по визуалу сразу, да, пенка. Здесь мне поменьше пенка нравится, потому что, видите, она вот как-то оседает сразу какими-то большими этими идет. Ну, пузырями, да, хотя сама вроде пенка, если смотреть сверху, достаточно мелко. Ну, по цвету, знаете, ну, обычный, как бы светлый лагер. Ничего тут особо не придумаешь. Хорошая цветность бывает прям совсем бледные. Этот как-то поинтереснее выглядит. Хотя, бывают бледные, а по вкусу они более насыщенные какие-то. Бывают наоборот более такие, а по вкусу они менее насыщенные. И поэтому, не знаю, поэтому я просто особо ничего сказать не могу. Ну, что, давайте посмотрим по ароматике. Ну, здесь вот чисто, чисто такая суперстандартная солодовая тема. Причем здесь она не вызывает у меня никакого такого недовольства. Чисто солодовая легенькая тема. Очень такая не сильная ароматика, немножко сладковатая, немножко солодка. Все, как говорится, в хороших лагерах и должно быть. Ну, собственно, в лагерах ароматика не является сильной стороной. Я думаю, все, кто любит пиво, все это прекрасно знают. Ну, что, ребят, давайте ваше здоровье выпьем хорошего пивка. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь. Что-то сначала показалось, что пиво будет прям с хорошей горчиночкой, но что-то это только было такое, знаете, на первое такое, на первый глоточек. А потом прошло таким обычным солодовым телом, даже немножко каким-то сладковатым. Сейчас еще сделаем. Ну, на самом деле пьется мягенько. Вот особо даже какой-то, какого-то вкуса выделить нельзя. Просто такая, знаете, не вот как солодовая водичка, а такая насыщенная, да? И все-таки вот местами где-то, и вот если вот сделать несколько глотков, да, все-таки у вас к концу накапливается вот эта вот горьковатая послевкусие на финише. Ну, как бы да, тоже ничего особо здесь не скажешь. Обычный чех, не самый лучший, как бы попадались мне уже и лучшие чехи, поинтересней. Ну, такой достаточно стандартный, 80 рублей, не знаю, как бы, мне вот, честно сказать, кажется, что не очень интересная покупка. Опять же, в связи с высокой конкуренцией. И я просто небольшой любитель. Я вот говорю это всегда, что я небольшой любитель таких лагерков. Мне сейчас больше нравится что-то более интересное в пиве. Лагеры как-то так, больше по остаточному принципу. Ладно, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, как вам это пиво, как вам в целом чешское пиво. И всего доброго, до новых встреч, пока!